Я приветствую участников научно-практической конференции развития массового и спортивного бадминтона в России взаимодействия с образованием и медициной. Я уверен, что наша научно-практическая конференция станет со временем традиционной, потому что мы ставим самые важные вопросы «Спорт, образование и медицина». Прежде всего, главными темами нашей конференции будут такие проекты, как «Бадминтон против близорукости», «Бадминтон в школе», ну и, конечно, развитие бадминтона как спорта высоких достижений. Первый вопрос «Бадминтон против близорукости» я считаю основным на данном этапе нашей работы. Объясню почему. Нашему виду спорта повезло, в том плане, что он очень эффективно лечит близорукость, особенно детскую близорукость. У нас с вами два медицинских патента, у нас уникальные методики. И благодаря этому бадминтон приходит в школу, в семью, в университеты. И мы не просто решаем благородную задачу, спасаем людей от слепоты. Мы работаем и на себя. Если желание излечиться от близорукости приведет детишек в наши секции, приведет в школы, то мы получим реальный массовый бадминтон. Это означает, что зажгутся звездочки талантов. Это значит, что бадминтон в России поднимется совершенно на новый уровень. Мы с вами должны понимать, что человечество слепнет. И в этом плане востребованность бадминтона, бадминтона против близорукости, наверное, самая высокая. Вдумайтесь в цифры. На Тайване уже 98% школьников заканчивают школу в очках. 98%. В странах Юго-Восточной Азии, в Сингапуре, например, это 82%. Но, к сожалению, в России уже 57% школьников страдают от близорукости. Поэтому мы должны идти в школы, мы должны идти в университеты и объяснять, что только бадминтон решает задачу профилактики и лечения от близорукости. Я хочу сказать, что для нас с вами эта тема и ключ к финансированию бадминтона в регионах. Когда вы приходите к губернатору или спонсору и говорите, «Дай денег, помоги развитию бадминтона», он разводит руками и говорит, «А как я объясню кому-то и себе самому, почему деньги именно бадминтону, а не шахматам, не биатлону или другим видам спорта?» Мы с вами должны совершенно по-другому подходить к этой проблеме. Мы должны взаимодействовать с властью, с бизнесом, со спонсорами, объясняя, что поддержка бадминтона нужна для защиты детей от близорукости, нужна для борьбы со слепотой. И поверьте, это совсем другая мотивация, это совсем другой подход власти и бизнеса по взаимоотношениям с бадминтоном. Может быть, я слишком подробно говорю именно на эту тему «Бадминтон против близорукости», но как учили нас классики, именно этот проект «Бадминтон против близорукости», то звено, потянув за которое, можно вытянуть практически все проблемы сегодняшнего бадминтона. Органично продвигает эту тему взаимодействия бадминтона со школами. Во многих школах, особенно на селе, нет ребятишек и девчонок на футбольные и хоккейные команды. Ну, как минимум, два ученика всегда найдется, чтобы играть в бадминтон. Четверо – это уже бадминтонная пара, это активность, это движение, это жизнь. В проекте «Бадминтон и образование» ключевым становится бадминтон в университетах, бадминтон в вузах, потому что именно здесь происходит такое качественное решение. Человек выбирает остаться в профессиональном спорте или глубоко посвятить себе знаниям. Бадминтон позволяет остаться и в спорте, и посвятить себя знаниям. О бадминтоне, как спорте высоких достижений, с вами будут говорить сегодня специалисты, и вы будете выступать с докладами и сообщениями. Я бы, пользуясь случаем, хотел поблагодарить Турманидзе Валерия Григорьевича, Зубову Инну Вячеславовну, особенно Демидова Алексея Ивановича. Это люди, которые тему бадминтон против близорукости, вообще тему бадминтона знают профессионально и совершенно неравнодушно, по-человечески продвигают в своих регионах, и отсюда результат. Еще раз хочу пожелать удачи нашей научно-практической конференции, и когда мы встретимся в следующем году на этой конференции, сбудутся те слова, о которых я говорил вначале. Наша конференция, наша методика, наши подходы, наши подходы к спорту, образованию и медицине станут традиционными и ведущими в Российской Федерации. Ну и в заключении я хотел сказать, собственно, о спортивном моменте. Сегодня заканчивается чемпионат сборных команд-субъектов Российской Федерации. Завтра начинается личный чемпионат по бадминтону. Я желаю всем участникам высоких результатов, новых вершин спортивных, новых друзей, и всем нам вместе успехов в спорте, в учебе, в образовании, ну и в медицине. Спасибо.